всем привет хочу показать как я делал вертолет для зимней ловли рыбы зимой на реке только на реке с течением потому что на пруду на озере не пойдет ну чтоб течение было короче еще для этого надо ну там все делают по разному я сам ю тубе смотрел ролики делал выбрал для себя более подходящий ролик ну и там способ и делал по нему где-то там все свое дополнил короче я покупал набор от коробочку не набора коробочку просто не помню для чего покупал ну там ловить разные балансиры вот он двухсторонний там крышка и вот с одной стороны были вот тут я так понял вот чтобы поводки сюда наматывать и вот я их использую для намотки лески можно сделать короче из фанеры вот такую тип ну не такую конечно большую ну ну вот как это такая же маленькая фанера вывести из четверки пойдет обточить потом ножички все аккуратно будет у меня сначала не будет фанеры у сванера я так подумал они будут мокнуть просто покрасить надо мокнуть и будет расслаиваться так короче еще для этого надо чтобы сделать это вертолет я не говорю что я правильно сделал просто я посмотрела сделал сам так леска леску на тут 035 наверно 035 леска от вас так отматывал но у меня тут где-то метров 5-6 у нас и речушка не глубокая метра два-три вот так вот ну в местами там побольше бывает так отматываем леску у меня в данный короче 035 можно 04 грузила не знаю сколько грамм 9 наверно фабрично вместо грузила можно сделать кормушку я так думаю хочу сделать пару вертолетов с кормушкой чтобы набивать прикормку и может так конечно будет лучше плевать не знаю просто так задумка была так леска просовываем леску это грузил то есть леску показываю на нет чтобы лучше видно было так просунули так грузил это это леска 035 я про можно 04 там какая была такую поставил тут у меня леску уже так тут вот карабин чтобы не закручивал с леской здесь у меня так здесь у меня друзья стоит сейчас посмотрим как вот он карабин здесь уже у меня леска идет потоньше или такая что они такая железка у меня идет не дни 0 3 потоньше чуть-чуть здесь 0 3 а здесь вот соединяет короче 0 35 03 вот тут на карабин чтобы она ну не закручивалась здесь вот груз ходит тут на этой леске на 0 35 на основной вот перед узлом я поставил 2 стопорка чтобы когда груз груз не бил по узлу не разбивал узлы чтобы он упирался за парке так ладно потом тут у меня идут уже платки так привязала леску тут сейчас будем мерить через сколько на платки идут хотя это не столь важно я так думаю я потому что делал все на глаз так вот сейчас замерим сколько отвертлюка идет до первого поводка это я так показываю чтоб примерно хотя бы было понятно ну 72 сантиметра 70 пусть этот уже отвертлюка 71 поводок тут у меня колечко не знаю видно тут ничего нет колечко к нему поводок идет привязан поводок 3 сантиметра длинный боль не надо там будет за это вот за эту за основную леску будет наматываться я думаю и крючок где-то по нашим меркам четверка на 4 номер крючки у нас сначала были такие дешевенькие какие-то я не знаю какие они потом я купил овнарские крючки потому что они острые на них рыба хорошо засекается так второй поводок у нас идет наверно тоже через 70 примерно сейчас нет тут нет тут побольше почему сделал второй поводок у нас идет метр и 6 сантиметров ну метр можно это так на глаз делал просто я рулетка не мерил так что у меня там зацепилась все уже поймал кого-то потому что делаю не дома тут все поймал точно так ладно друзья пока отключу сейчас отцеплю это все дело второй поводок у нас метр точно так же все леска на поводках леска 014 чтобы не стал тоньше делать привязал 014 чтобы уверенный было если коры попадается нормально так потом где мы вот рулетка и это после второго поводка у нас идет опять через 45 сантиметров но это все примерно говорю ну 40 45 сантиметров идет пластина так пластине у меня вот тут карабин это же вертлюшок чтобы она крутился не запутывала ничего так как будет крутиться в воде там на течение тоже тут этот карабинчик и вертлюшок пластина короче от из кофейной банки из железной кофейной банки так длина и 6 сантиметров и ширина 4 сантиметра вот из кофейной банки она не прямая такая вот и загнуты чтобы на течение она играла так что тянула не знаю она наверно так и чтобы плыла по течению на лучше нет пластина к этой пластине я припаял вот два ушка из тонкой проволоки с этой стороны по центру и с этой чтобы прицепать эти карабинчики так и последний поводок тоже вот карабин вертлюшок с другой стороны последний поводок последний поводок у нас идет тут вот леска 03 основная сейчас вот как замерить только не знаю примерно хотя бы примерно хотя бы примерно так 30 сантиметров леска 03 а к ней уже привязан поводок с лески 012 012 у нас поводок 20 сантиметров вот тут видно мне кажется привязан поводок вот сюда на поводок легкая такой грузила прицепил чтобы уходил все по очереди сначала поводок от потом пластик потом пластина потянет эти остальные поводки время туда по течению так короче можно делать не кофейную банку не из кофейной банки а вот у меня еще не в комментариях писали что вот вроде из пластмассовой бутылку то есть полторашки делал ну такую же пластину только из полторашки вроде заменить пластину поклёвки будут лучше ну чё-то я большой разницы не увидел лично я для себя может там у кого-то не знаю но я не увидел какой все без разницы что на эту что из кофейной банки это ну да банк что так поклёвки одинаково только вот из бутылки не легче как достать и легче сделать так что вот так вот так я думаю здесь все понятно стражок стражки у меня вот такие вот хлыстик от удочки к ней как ты сделал термоусадкой вот короче придел пружина от флажка жерлица на конце пружины припаял такую проволочку тоненькую чтобы леску крепить сейчас я покажу так леску крепите так это тут вот у нас она крепится когда глубину настроили короче так вот я делаю все и вот леска так вот она внать в натяге стоит я думаю понятно когда когда уходит глубину короче настроил и вот все этой закрепила здесь чтобы никакие не узелки ничего не вязать леску не портить узлами так этот хлыстик от удочки от жерлицы флажок на конце вот я еще вставил эти пробка от вина их покрасил вот недавно чтобы получше видно было вот новогодний праздник я думаю на рыбалку поеду буду ловить потому что издалека они серые сливаются там с местностью плохо видно это красный вроде как получше будет видно ну и это бубенчики бубенчики тоже хорошо слышно сто метров а точно даже больше будет слышно разёргать так все слышно 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 так что вот так вот так что еще вроде все по это объяснил рассказал наверх так ну вроде все друзья если там что непонятно еще будет пишите надеюсь отвечу объясню а так всем пока